МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гриппа и простуды, наверное, уже, да, холодное время года, кто чихает, кто кашляет, дома, в офисе, кто пьёт часть малины. Скажите, пожалуйста, возможно ли вообще избежать гриппа или простуды? Основным методом избежать простуды и гриппа является вакцинация. Вот эта вакцинация даёт где-то около 90% эффекта, чтобы не заболеть гриппом. Существует много разных вакцин. В настоящее время у нас в Рязани, в Рязанской области, будет использоваться вакцина гриппа, и грипповак для профилактики гриппа. Значит, эти вакцины абсолютно безвредны, они не обладают токсическими действиями на плод. Можно прививать беременных женщин, начиная с 14-й недели беременности. Очень хорошо переносятся вакцины и детьми, и пожилыми людьми. Иммунитет формируется очень высокоспецифичный. Первые антитела начинают вырабатываться где-то через 2 недели после вакцинации, и иммунитет сохраняется на 1 год. То есть рекомендуется начинать прививаться уже сейчас. То есть сейчас, как таковой эпидемии гриппа нет, но ожидается она где-то в конце января. То есть если привиться сейчас, то именно к самой эпидемии можно получить хороший иммунитет. Но, к сожалению, следует сказать, что 100% защиты вакцина не даёт, потому что вирус гриппа очень изменчивый, и он постоянно меняет свою антигенную структуру. То есть каждый год вакцина разрабатывается именно с учётом этой антигенной изменчивости, но всё равно все варианты предусмотреть невозможно. Кроме того, все люди разные, у всех разный иммунитет, у всех разный организм. Но в любом случае прививка против гриппа, даже если ты заболеешь, то заболевание будет протекать в более лёгкой форме и не даст тех осложнений, которыми очень опасен и грозен грипп. Каково Ваше мнение? Вакцинация необходима всем, либо только отдельным группам, пенсионерам, детям? Нет, вакцинация необходима, естественно, всем, потому что гриппом болеют все, как говорится, от мала до велика. Но существуют так называемые группы риска, которым обязательно следует прививаться. Вот к этим группам относятся дети до года, а также лица пожилого возраста, старше 65 лет, особенно у тех, у которых есть какие-то сердечно-сосудистые заболевания, заболевания лёгких, неврологические заболевания, лица с сахарным диабетом, люди, у которых имеется иммунодефицит. Прошлой осенью было популярно ношение медицинских масок. Расскажите, оправдано это? Ну, по мнению врачей-инфекционистов, ношение маски оправдано. Единственное, надо учесть тот момент, что либо вы покупаете маску в аптеке, либо делаете сами такую ватно-марливую повязку. Эти маски можно носить не более 3-4 часов, то есть их обязательно надо менять. А так мнение, что обязательно ношение маски. И если находится больной гриппом человек дома, желательно ему носить маску. И всем тем, кто контактирует, кто ухаживает за больным, также носить маску. Сейчас существует масса препаратов. Когда заходишь в аптеку и пытаешься узнать, что конкретно, даже невозможно получить ответ. Вот помогите, расскажите, какие препараты в первую очередь могут быть эффективными? Ну, как говорится, для профилактики гриппа используются те же препараты, которые используются и для его лечения. Только там немножечко такая дозировка. Препаратов много, но по-прежнему остаются проверенными и употребляемыми такие препараты, как арбидол, кагоцелл, инговерин. Есть препараты интерферона. Есть такой нативный лейкоцитарный интерферон. Он продаётся в ампуках в виде порошочка. И для профилактики необходимо разводить кипячёной водой. И вот в период эпидемии, особенно в первые сутки, если ты заболел, то капать по 2-3 капли раз в день. Существуют так называемые рекомбинантные интерфероны. Это реоферон, гриппоферон. Тоже они в капельках. И такой препарат, как виферон, он применяется в свечах. Для беременных большинство препаратов применять нельзя из-за беременности. Но вот начиная с 14-й недели тоже существуют препараты интерферона в свечах. Тоже очень эффективно они применяются для профилактики. Ну и помимо препаратов метикаментозных, как всем нам понятно, для того, чтобы предостеречь себя от заболеваний или от тяжёлого течения болезни, необходимо укреплять свой иммунитет. То есть вести здоровый образ жизни, исключить алкогольные напитки, меньше курить, то есть чаще проветривать помещения, гулять на свежем воздухе. В эпидемию гриппа обязательно надо пить витамины, или ревит, или полидетамины, аскорбиновую кислоту. И также мы рекомендуем в период эпидемии, особенно после контакта с кашлящими, чихающими людьми, можно проводить туалет носа с мылом. То есть это тоже является как профилактика гриппа. И ежедневно употреблять 2-3 зубчика чеснока. Многие считают, что лук тоже обладает противогриппозным действием. То есть ежедневно лук употреблять. То есть народные методы лечения, они тоже оправданы и имеют место быть. Расскажите, почему именно в холодное время года обычно люди зарабатывают грипп, либо простуду? В холодное время года, как мы наблюдаем, происходит скучность. Скучность людей, большого количества людей в каком-то помещении, где из-за холода на улице, может быть, редко проветривается. Но и в холодное время года также, соответственно, снижается иммунитет из-за того, что прекращаем мы употреблять свежие овощи и фрукты. Также, может быть, как-то и мало бываем на воздухе, мало гуляем. Вот расскажите, чем отличается грипп от других вирусных инфекций? Ну, вообще, понятие, вот термин «острая респираторная вирусная инфекция», он включает в себя очень много вирусных заболеваний. Сюда входят и грипп, и парагрипп. Есть аденовирусные инфекции, коронавирусные, реносенциальные. Вот грипп от других вирусных инфекций отличается тем, что это очень высококонтагиозные заболевания. И проявляется ярко выраженной интоксикацией и неярко выраженными катаральными явлениями. То есть при гриппе всегда наблюдается высокая лихорадка до 39-40 градусов. Пациенты жалуются на сильную головную боль, боль в глазных яблоках, может быть, тошнота, рвота, обязательно жалобы на ломоту во всём теле, в мышцах, в суставах. При гриппе часто проявляется геморрагический компонент. То есть могут быть кровоизлияния в склеру, кровоизлияния на кожу, носовые кровотечения. При этом катаральные явления, в отличие от других респираторных вирусных инфекций, они менее выражены. То есть может быть небольшое першение в горле, боли в горле, такой редкий сухой кашель. И грипп, он страшен своими осложнениями. Основное осложнение гриппа – это пневмония. То есть пневмония бывает очень тяжёлая, протекает тяжело, даже заканчивается летальным исходом. Также при гриппе такие бывают осложнения, как менингиты, септические состояния, осложнения на сердце, миокардиты, перикардиты. Вот этим гриппом он отличается от других респираторных вирусных инфекций. Спасибо вам большое за интересную познавательную беседу. Надеемся, что телезрители в этом сезоне гриппом болеть не будут. Я напоминаю, что гостем нашей сегодняшней студии была врач-инфекционист высшей категории клинической больницы имени Симашко Елена Сорока. Мы прощаемся с вами. До следующих встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова